И снова мы продолжаем разговор по поводу проблем, связанных с так называемым детским церебральным параличом. И сейчас мы с Ванечкой вам продемонстрируем, как происходит процесс родов и что, собственно говоря, ломается, где происходит сбой, который может впоследствии привести к этой проблеме. Посмотрите, основная тяжесть и основные усилия приходятся на позвоночник. Значит, ребенок проходит через родовые пути в определенном положении. То есть голова чуть-чуть наклонена вперед и, прокладывая родовые пути, он идет вот этим местом. То есть основное давление приходится вот сюда. И вот это правильное положение позволяет распределить нагрузку ровно по позвоночнику. Таким образом, это дает возможность родиться абсолютно правильно и не является патологическим моментом. То есть организм способен это выдержать. Но довольно часто происходит, к сожалению, ситуация, когда изменение положения головы, даже минимальное, да, ребенка, то есть вот он так идет, по каким-то причинам он не может, что делает акушер? Он пытается его развернуть. Вот как только происходит изменение положения тела головы, нарушается центр тяжести, происходит травма. Почему? Ну вот можете посмотреть, когда-нибудь кто-то видел, кто-то, может быть, из слушателей, зрителей занимался. Вот те, кто это видели, меня поймут. Очень легко это подтвердить, наблюдая за работой людей, поднимающих большие веса. Ну там штангистов, грузчиков и другие категории таких граждан. Основная задача при подъеме тяжести, это не, скажем, сила, которая позволяет поднять, а техника, которая позволяет поднять это правильно. Почему? Потому что груз должен быть поднят идеально в одной плоскости. Как только эта плоскость нарушается, как только центр тяжести уходит в ту или иную сторону, большой груз, он просто тянет за собой все тело. И вернуться обратно уже невозможно. Тело просто утягивается и приводит к травме. То же самое во время родов. Как только изменилось положение головы, изменился центр тяжести, и основная нагрузка на позвоночник резко возрастает. И тогда мы начинаем выявлять самые слабые места этой вертикали, этой цепи и самые слабые места, исходя из строения человека. То есть это его анатомическая особенность. И мы тут не властны что-то менять. Нас так создали, мы так устроены. Это первый и второй шейный позвонок. То есть это позвонки, на которых сидит череп. Они устроены таким образом, что они очень легко повреждаются. Дело все в том, что в этих позвонках нет практически тела, и там два маленьких отростка, вот так они друг в друга входят. И малейшее повреждение, оно легко меняется. Казалось бы, ну, поменялось. Ну и что? Причем это связано не только с ситуацией, когда происходят резкие нарушения, перелом и так далее. Вот это происходит и в ситуации, когда есть микротравма. На самом деле мы можем говорить о любом повреждении шейного отдела, а именно конкретно первого и второго шейного позвонка, который впоследствии влечет за собой определенную патологию. И чем сильнее поворот головы, чем сильнее нарушения, связанные с процессом правильного прохождения в родах, тем серьезнее травма. Значит, почему? А теперь смотрите следующий момент. Сосуды, питающие центры коры головного мозга, проходят вдоль позвоночника и входят в череп рядышком через отверстие в основании черепа, рядышком с первым-вторым шейным позвонком. Это крупные сосуды и сонная артерия, и позвоночные вены, и позвоночные артерии, то есть все крупные сосуды. А дальше, проникая в кору головного мозга, они распадаются на веточки и подходят каждый к своему центру коры головного мозга. То есть такая дельта, как у реки, образуется, так и называется бассейн кровоснабжения участков коры головного мозга. Так вот, как только происходит даже минимальный сдвиг, пережимается тот или иной участок сосудов, питающих кору головного мозга. Соответственно, какой-то центр недополучает питание. И чем больше повреждения, тем сильнее это происходит. Если повреждения серьезные, ну, например, перелом участка первого и второго шейного позвонка, то травма тяжелая. И ребенок по этим причинам получает определенную клиническую симптоматику. Либо повышение тонуса, либо спастика, либо невозможность двигаться, либо нарушается какая-то из его функций, речь, слух, зрение и так далее. Мышечный ответ, то есть он не может, скажем, да, двигать рукой или ногой. То есть возникает паралич или порез, то есть, скажем, да, когда рука, скажем так, может согнуться, а вот разогнуться ей очень тяжело. Или наоборот, она вот разгибается, а согнуть там руку или ногу он не может. Это называется порез, то есть неполный паралич. В зависимости от того, какой центр поврежден, происходит вот такая клиническая картина. Что, собственно говоря, и называется детским церебральным параличом. То есть, подводя этот итог, мы можем сказать, что детско-церебральный паралич – это совокупность симптомов, проявляющихся у родившегося ребенка, в ответ на повреждение участков коры головного мозга, вернее, на их недоразвитие, на их недостаток питания, скажем. Ну, есть такой термин – ишемия. То есть, недостаток питания того или иного участка коры головного мозга и, как следствие, проявление тех или иных симптомов. Соответственно, и лечение будет на этом построено. О лечении мы более подробно поговорим на следующих наших встречах. Вот. А сегодня я еще скажу вам, что причина далеко не всегда и совсем не всегда связана с прохождениями в родах. Причина может быть в последних буквально днях, в последних часах беременности, когда ребенок готовится, выходит в родовые пути. Вот там может возникнуть, ну, скажем, ситуация напряженная. Во-первых, это обвитие пуповины, когда пуповина обертывается вокруг шеи, опять же, сдавливает, да, и нехватка кислорода для коры головного мозга, то есть, питание возникает, поражение, повреждение центров коры головного мозга, и они уже страдают. То есть, ребенок рождается с повреждением. Это раз. Второе. Раннее отхождение околоплодных вод, то есть, длительный безводный период, когда ребенка просто, в этой воде он просто высыхает, ему недостаточно кислорода, который растворен в этой околоплодной жидкости, ребенку невозможно двигаться, невозможно осуществлять какие-то физиологические функции уже еще будучи в чреве матери, и это является следствием. Третий момент. Стремительные роды. Вот иногда разговариваешь с мамой, спрашиваешь, ну, как же прошли роды? Ой, замечательно, я совсем не мучилась, вот я только вот воды отошли, вдруг брыг, там полчаса, и ребенок вылетел. Вот это как раз и элемент катастрофы. Почему? Потому что ребенок должен пройти определенный временной интервал, когда он медленно, подготавливая свой организм, свой позвоночник, прокладывает пути, и тяжесть, давление распространяется постепенно, то есть, все подготовлено. Когда это проходит быстро, да, представьте себе, вы сидите на кресле, вдруг там по каким-то причинам открылась дверца там или окно, которое над вами, вдруг вы резко встаете, да, и стукаетесь головой о вот эту вот поверхность. Что происходит, да, где начинает болеть? Ну, помимо шишки на самой голове, резко начинает болеть в шее, да, то есть, там повреждаются мышцы. То же самое происходит во время стремительных родов. Иногда это вот родители не понимают, очень удивляются, когда им говорят, что на самом деле это не очень хорошо. Понятно, что мать не мучилась, не болела, не было не так больно, не долго. Вот, у ребёнка это плохо. Значит, и обратная ситуация. Роды очень продолжительные, когда ребёнок уже просто не в состоянии выйти, вот, и на него давят со всех сторон, пытаясь выдавить, пытаясь как-то воздействовать. Естественно, что долгое давление, оно приводит к повреждению. Это как раз для многих становится понятным. И последнее сегодня, что я вам хочу сказать по поводу травмы, практически все дети, рождённые путём кесарево сечения, являются в той или иной степени травмированными детьми. Почему? Потому что ребёнок в чреве матери, когда лежит и когда его вынимают, да, вот, его вынимают вот так. То есть голова уже сгибается, поэтому нету, по большому счёту, воздействия, но шейный отдел, как самая слабая структура, подвергается вмешательству. Сейчас вы сидите меня слушаете, вспоминаете мамы особенно, да, как они рожали, и совершенно недоверчиво, вот, воспринимают, что, ну, как же так, вот, что-то было такое, что я говорил, вот, а ребёнок вроде бы как нормальный, всё в порядке и так далее, и так далее. Хочу вам объяснить следующее, что бывают не всегда, далеко не всегда, слава богу, тяжёлые повреждения, то есть переломы, там, скажем, отрывы позвонка друг от друга, то есть фактически перелом основания черепа, и последствия этого вызываются довольно, выявляются довольно рано. Гораздо чаще происходят микротравмы, то есть небольшие изменения, которые вызывают небольшие изменения в участках коры головного мозга, и эти изменения проявляются гораздо позже во время развития ребёнка, не в первый, даже не во второй год, а гораздо позже. И об этом мы с вами поговорим на наших следующих встречах, потому что циклы, вот, по детским церебральным параличам и последствиям родовых травм, это материал серьёзный, это информация, которую вы должны воспринять и прочувствовать, поэтому мы будем говорить об этом на нескольких наших встречах, а пока я с вами прощаюсь, всего доброго, до свидания.